Спросите у Дмитрия, что он думает по поводу аномальных явлений, как природных, так и явлений, связанных с НЛО. НЛО никто еще не видел. Я так точно. Вы знаете, я честно спрашивал у космонавтов, с которыми встречался и делал интервью, дважды Герои Советского Союза, Алексей Архипович Леонов, Павел Попович, Георгий Гречко, Виталий Жолобов, Герой Советского Союза. Я у них спрашивал, вы там в космосе НЛО видели? Никто не сказал, что видел. Не видели НЛО. Какие замечательные люди, космонавты. Вот потрясающе. Вот еще жив Алексей Архипович Леонов, слава Богу. Уже нет остальных. Георгий Гречко, я попросил мою помощницу сказать ему, мы в Москве с ним делали интервью, чтобы он обязательно надел две звезды Героя Советского Союза. Ну, красиво, согласитесь, в кадре. Я его встречаю, он приехал ко мне в гостиницу, встречаю, мы поднимаемся наверх, в лифте. Я говорю, вы же одели звезды, да? Он говорит, ах, черт, забыл. Ну, ничего, ну, забыли, и ладно. Садится в кадр, достает из пиджака две звезды, прикрепляет. Ну, вот такие... На всяк выпадок с собой. Веселый, остроумный. И знаете, и прошло полтора часа, он говорит, ну, я уже подустал, я говорю, боже, у меня еще вопросов много, ну, пожалуйста, еще. Он говорит, тогда с вас сало киевское. Я говорю, хорошо. Поговорили еще полчаса, еще у меня вопрос, он говорит, ну, может, я говорю, я вас прошу еще чуть-чуть, тогда с вас киевский торт. Я говорю, хорошо. Поговорили, он говорит, ну, уже точно все. Я говорю, умоляю. Он говорит, тогда с вас вечером в ресторане. Я говорю, хорошо. Часа три поговорили, ну, может, чуть меньше, закончили интервью, пошли в ресторан, как следует, отметили знакомство. Нет. Сало потемки есть киевский. Киев. Он просил килограмм сала, мы купили три килограмма сала, два киевских торта, отослали ему поездом в Москву. Ну, замечательные люди, замечательные. Вот космонавт, да, Алексей Архипович Леонов, человек, первый вышедший в открытый космос. Учился в Кременчуге, жена украинка, дважды герой Советского Союза, участник советско-американской этой экспедиции, первый, Союз Аполлон. Вот тоже, какая судьба у человека, потрясающая, какой человек. Их, говорит, в Сибири они жили 11, спало, он под лавкой спал, дети все маленькие, пришли отца, арестовали в 1937 году. Говорит, когда соседи узнали, что отец мой, да, говорит, арестован. Пришли соседи, вынесли все из дома, с меня маленького портки сняли даже, говорит. Вот в таких условиях воспитывались эти люди, а потом он стал великим, слушайте, чуть не, когда он вышел в открытый космос, там же трагедия могла произойти. А потом, когда они с Беляевым упали в тайгу, ну, упали, на парашюте спустились, никого же нет, мороз, и они там несколько суток в тайге. И при этом он рисует прекрасно, при этом он руководил, это сенсацию он озвучил, он руководил комиссией по поискам Гагарина погибшего, это его друг был. И они нашли, он говорит, я опознал Гагарина по родинке. Я говорю, а как это было? Он говорит, ну, в ведро сбрасывали останки Гагарина, говорит, я его опознал по родинке, по-моему, на затылке. И говорит, я говорю, скажите, как это произошло? Он пьяный сел в самолет, говорит, что вы, он дисциплинированный человек был, он мог выпить, но он был дисциплинированный человек, Гагарин и Серегин. А сверху пролетал сверхзвуковой какой-то самолет, а у нас у летчиков бывает, говорит, любим спуститься вниз, цветочки сорвать. Не запланированно спустился, и легкий самолет Гагарина и Серегина попал в спутный след и перевернулся. Говорит, тот, кто виноват в этой трагедии, до сих пор жив. Потом получил звание Героя Советского Союза. Я опубликовал этот ролик в Ютубе, и люди определили фамилию человека, который получил звезду Героя, летчик-испытатель. А, он сказал в 88-м, по-моему, году, я не хочу соврать, сейчас надо вернуться к интервью, в Ютубе есть. Люди посмотрели, кто получил тогда, был один летчик-испытатель, нашли эту фамилию. Там в комментариях можно и подивиться, пожалуйста. Кто виноват в гибели Гагарина, благодаря этому откровению Леонова, известно. Спасибо.